Армяно-Азербайджанский-Нагорно-Карабахский конфликт длится больше четверти века. Вооруженные силы Армении захватили Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. 28 декабря минуло 28 лет со дня начала оккупации армянскими сепаратистами поселка Керкиджахан. Он представлял стратегическое значение для города Ханкианды, в советский период называвшегося Степанакерт, и прилегающих районов. Подробнее об этом будем говорить с директором Центра истории Кавказа Резваном Гусейновым. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, возвращаясь к событиям 28-летней давности, какое значение представлял поселок Керкиджахан для Ханкианды? К сожалению, на тот момент не было еще понимания, осознания того, насколько серьезно будет развиваться конфликт. И поэтому уже к второй половине 1991 года фактически город Ханкианды оказался в блокадном состоянии, и азербайджанское население в основном сплотилось в поселке Керкиджахан, который прилегает к Ханкианды, то есть является частью города. Этот поселок стал последним оплотом азербайджанцев в Ханкианды. И, естественно, армянские сепаратисты понимали, что для того, чтобы полностью взять контроль над городом и над всеми высотами, необходимо полностью, в кавычках, очистить от азербайджанцев город Ханкианды, древний азербайджанский город. А оказалось это не так просто, потому что, как сами жители поселка Керкиджахан, также небольшой отряд самообороны, очень долго удерживали поселок. И тогда, ко второй половине декабря, армянские националисты сформировали сперва пять отрядов боевиков, а потом еще три. То есть в общей сложности на небольшой поселок в наступление перешло восемь вооруженных до зубов отрядов армянских националистов. И, несмотря на это, они несли большие потери и не смогли все-таки взять. На тот момент, как это ни странно, маленький поселок они не смогли взять. То есть 28 декабря частично они смогли прорваться в Керкиджахан, однако их наступление было остановлено. И уже только позже, после Нового года, опять сформировав новые отряды, армянские сепаратисты перешли на наступление. И к середине января, к сожалению, смогли взять Керкиджахан на фоне того, что центральное руководство никоим образом не реагировало на происходящее событие в Нагорном Карабахе. Говоря об армяно-азербайджанском Нагорно-Карабахском конфликте, задается такой вопрос. Почему именно на конец 1991 года пришлась армянская агрессия, активная военная фаза? Действительно, это очень интересный вопрос, на который, к сожалению, не очень большое внимание обращают историки, не только Азербайджан, а это связано именно с общественно-политическим положением на тот момент в СССР распадавшимся. И если мы обратим внимание, если конфликт сам начался в 88-м году, с февраля 88-го года, то его горячая военная фаза именно приходится на конец 1991 года. Даже я могу сказать конкретнее, это значит осень 1991 года. С чем это связано? На этот момент начался парад независимости. То есть почти большинство республик бывшего СССР объявили о восстановлении своей независимости, в том числе и Азербайджан в октябре, 18 октября подтвердил августовское решение Верховного Совета о восстановлении независимости Азербайджана. И незамедлительно армянские сепаратисты воспользовались той неразберихой, которая началась в распадавшемся СССР. У них была информация, они напрямую были связаны с горбачевским руководством и прекрасно знали, что произойдет, в отличие, к сожалению, от азербайджанского тогдашнего руководства, которое почему-то все свои надежды связывало с Кремлем. Хотя было ясно, если вы объявили о независимости, то нужно брать ответственность за то, что происходит, в том числе в Карабахском конфликте. Вот именно воспользовався неразберихой и моментом распада СССР, армянская страна перешла прямое наступление, то есть объявила открытую войну Азербайджану. Под блокаду попал Ихан Кянди, под блокаду полную попал Ходжалы, Карадаглы, и это был последний оплот Азербайджан в Нагорном Карабахе. И поэтому все трагические события, связанные с первым этапом военным Карабахской войны, попадают на осень 1991 и до марта 1992 года. То есть это тот самый этап, когда СССР распался, но еще не было, скажем так, структур СНГ новосознанного. То есть непонятно было, что из себя будет представлять СНГ. Именно вот в этот период, то есть с ноября по март, с ноября 1991 по март 1992 года, произошли в том числе и Карадаглы, геноцид, произошел геноцид Ходжалы, и другие операции, в результате которых армянские боевики уничтожили последние оплоты азербайджанских сел, населенных пунктов, то есть воспользовавшись неразберихой, они заложили тот этап оккупации, который уже затем пришлось уже независимому Азербайджану иметь в виду те результаты, которые были упущены в 1991-1992 годах. И последний вопрос такой. 2019 год уже завершился, можно сказать. Каковы ожидания от 2020 в плане урегулирования армянно-азербайджанского конфликта? Естественно, если мы скажем, что уже ожидания как у народа, так и правительства Азербайджана на мирное разрешение конфликта иссякают, в первую очередь уже, если мы помониторим прессу и будем говорить с людьми, то фактически именно бездеятельность минской группы ОБСЕ привела к тому, что военно-политический путь решения конфликта остается единственным актуальным. Плюс у нас есть опыт апреля 2016 года, после которого армянская сторона, не только у них власть поменялась в 2018, но они вынуждены были идти на переговоры под тем условием, которые Азербайджан предлагал. Но затем, опять-таки, не без участия минской группы ОБСЕ было сделано все для того, чтобы руководство Пашиняна смогло опять-таки сгруппироваться и теперь предъявить новые претензии и фактически обнулить весь переговорный процесс, который ушел более 20 лет. Поэтому 2020 год, скорее всего, будет связан, скорее всего, я предполагаю, не с дипломатическим усилием, а именно военно-политическим. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Спасибо. Я напомню, 28 декабря был оккупирован азербайджанский поселок Керки-Джахан. Он представлял стратегическое значение для Хан-Кенды, советский период, называвшегося Степанакерт. Эту тему итогом недели комментировал директор Центра истории Кавказа Резван Гусейнов.